Здравствуйте, друзья! Я думаю, что это видео сыграет важную роль в вашем решении не приезжать в Соединенные Штаты. Потому что едешь за океан, блин, тут на другом языке разговариваешь, понимаете? И все это ради того, чтобы иметь то, что вот у вас уже реально стоит на столе, и вы даже говорите, устал я от этой икры, там, этих всех дел. Ну что тут? Вот как живут эмигранты? Вот так они живут. Оливье, понимаешь. Там пирожки какие-то. Что за пирожки такие же? Жанна, что это? Это с картошкой, друзья. С картошкой, пирог. И вот ради этого, казалось бы. А голубцы? Да, вот голубцы одесские. Софи, это вы? Ленинградские. Это ленинградские. Доставили. Питерские голубцы. Питерские. Друзья, мало. Мало вам там, понимаешь, Путина. Так вы еще сюда приедете, буддипетические голубцы. Понимаете? Подумайте. Подумайте. У вас же все есть. Все это у вас есть. А это торт одесский. Это уже торт одесский. Друзья, в конце концов, поезжайте уже в Одессу, если вам на месте такое не сделают. Хотя, конечно, те одесситы, которые могли, многие уже уехали. Да. У нас тут день рождения просто. В коллективе, в трудовом. Вот так вот мы его, можно сказать, празднуем. Как будто никуда не уезжали. Вот так же мы, друзья, отмечали в таких условиях. В ЦКБ минисерство связи. Единственное, там с водочкой было. Вот. Вы можете подумать, что мы тут можем тогда виски какие-нибудь выпить. Знаете? Так мы не то, что виски, мы даже водочки не пьем. Давайте так. Короче, мы поздравим Наталью. Наталья у нас именинница. Наталья, ты не жалеешь, что вот так вот? Да вы что? Семья моя вышла. Да нет, я не об этом. Я говорю, что вот эмигрировала, вот теперь вот ешь то же самое. Ты прожила больше, чем там ешь. Понял, понял. Я шучу. Я шучу. Я просто говорю, что люди смотрят на нас и говорят, вот эмигранты, ради чего они уезжали. Да. Друзья, уезжали ради того, чтобы иногда вот так вот сесть. Иногда. Не то, что мы каждый день вот так. Ну, это сегодня у нас очень праздничное. Да. Знаете, как говорят? Скажи наркотику иногда. Вот мы иногда говорим... Софинка, садись. Я как бы, знаешь... Да, говорим иногда. Говорим икорки, салату алибье. Да. Вот. Ну, а тем более впереди вообще сезон праздников. Ладно, надо сделать. Так, Анна Леонидовна, вот скажите нашим зрителям, может быть, пару слов канун праздника. Что-нибудь скажите? Поздравляем вас с наступающим. Надеюсь, что у вас все хорошо. Мы вам завидуем. Друзья, это торт одесский. Это София вам сейчас расскажет все про этот торт. Ну, можно сказать, это может быть не совсем одесский. Он очень популярный. Это слойка. Да. Это что-то среднее между слойкой и Наполеоном. Но весь секрет в креме. Так. Ну, поэтому я не могу сейчас про это рассказать. Я не могу гласить, потому что они должны все поесть, а потом скажут, что они не будут, потому что калорий многовато. Ты ничего добавляли в крем? Обязательно. Очень мало. Ну, а что главное в креме, скажем? Главное в креме, когда ты вводишь любовь, которую ты даешь для людей, которые... То есть энергетически подгрузить. Да, энергетически. Особенно, когда ты сделаешь с любовью, он получается... То есть очень важно в это время новости не смотреть по телевизору. Нет. В это время я звонила по телефону, чтобы пришли студенты на интервью. Ну, то есть с богоугодным делами. С делами, да. И поэтому Бог, я не знаю, помог мне сделать его вкусным. А вы пробовали? Как же я могла его попробовать, Миша? Ну, я не знаю, может быть, обрезочки тут с краю. Я вижу, тут с краю это подрезано. Обычно всегда, да, обрезать. То есть вы еще даже не знаете, что там? Нет, ну, я знаю. Я знаю, там вишня внутри. Да. У тебя такая форма есть, чтобы было... А я вырезаю вот тарелку. Вишня, вишня дальше. Ну, ты когда съел то, что квадратное осталось? А, нет, вот же я посыпала, посыпала. Софи, ну, вот такой же точно торт вы могли сделать при коммунистах? Да где же вишню взять? Молчи. Ну, я, наверное, бы могла, я так думаю. Нет, но если это ингредиенты, то я не о чем бы заработал. Ну, достали бы. Достали бы, да. Как в советское время. У кого ничего не было, в магазинах ничего не было, когда был день рождения, все ломилось. Да? То есть... К этому мы привыкли. А мы сейчас вот не тьмели. Разница в чем, что так получилось, что вчера Наташка, ну, так, на, если мне где-то в два часа говорит, Софочка, мне купить торт или вы сделаете? Ну, обычно я же делаю, когда там именинки. И я решила... И вы побежали делать торт. Да, и я пошла с Ленкой за 10 минут в магазин. Да. А там нужно было месяц собирать все продукты. Да, и купила все, что мне надо. Так. И приехала домой. Ну. И сделала... То есть, фактически, Америка, вообще не то, что Америка, но уход от большевизма, как бы, пошлил этот процесс. То есть, каждый может пойти, каждый может купить. За желание только, да. На интернете можно взять рецепт, в конце концов. Да, можно взять любой, конечно. Ну, конечно, но... И в чем же радость жизни? В чем радость жизни, скажите? Интересно, я читала статью такую. Один человек, он приехал, я не знаю, это же в статье было, Одессит. И вот он пишет, что моя бабушка делала, ну, это как сразу называется, он пишет, картофельники с мясом. Да, это было очень. Да. И он говорит, что я был в очень многих ресторанах. Я объездил всю Америку. И каждый раз, когда я ел, они не были такие, как моя мама. Моя мама оставила рецепт, и я делала, моя жена делала. И они никогда такими не получались. И он говорит, и вот я уже пожилой человек, и я решил все-таки посетить Одессу. Приезжаю я в Одессу, и какая-то там малюсенькая кафешка, и никого там нет, играет какая-то музыка. И я спросил, делаете ли вы, он как-то их называет по-украински, пирожки, как-то блинцы или что-то. И он говорит, я даже не был голодный, я сел, и мне принесли, я думаю, наверное, я есть не буду. И он говорит, я попробовал, и я вместо одного съел три, и я вспомнил, что это моя мама. То есть, он говорит, я позвал повара, и когда она пришла, она так испугалась, он говорит, вам что-то не нравится. А он говорит, я был единственным. И он сказал, я поцеловала и руку, и сказал, я сегодня вспомнил только, что вы похожи на мою маму. Про именинницу давай что-нибудь, или для именинницы. Для именинницы. Для именинницы давай. Я хочу сказать, я пришла позже всех, но я скажу, что 50 лет это только начало. Начало совершенно нового этапа. И в этом этапе еще столько всего неожиданного, неизвестного, и столько всего интересного. Главное найти этот интерес и удержать его, не потерять его, да, не пройти походе мимо этого интереса. Вот, и все будет хорошо, и не надо бояться, и 50, не надо бояться. И теперь уже боюсь сказать, что 60 не надо бояться. Мы тут были на круизе, и там сидели за столом, и там мужики такие лет за 8. Ну и они, значит, там говорят, сколько тебе лет? Я говорю, ну там, ну я уже солидный человек, я говорю, 62. Он как, давай ржать. И говорят, you're a kid. Да, да, поэтому все мереотносительно, время-то идет только в одну сторону, да. И поэтому самое главное, это вот принимать и получать удовольствие. Потому что есть от чего принять и получать удовольствие. Запалили, друзья, запалили тортик, ну-ка, ну-ка. Ой, боже мой. Свечечка. А вот интересно, что свечечки обе уже чувствуют, что их уже запаливаются. Да? Знаете, почему не запаливали, это я с думы взяла 5 лет, было внуку, я нашла 10. Пять, да, да. То есть я думала, так, нет, ну это надо же улани, да. А, окей. Петь. Поехали же петь. Перевод, в руки, в руки. Надо свет потушить. Хор педагогов и сотрудников исполняет... Подожди, потуши к нам. Спывает песню «Happy birthday to you». «Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Наташа! Happy birthday to you! And many more! Так, запи, мука есть там или нет? Там ни сахара, ни в муке. Есть немного. Немного. А что там есть много? Нет, пожалуйста. Много. Много души. Я очень повиняюсь. Ну, одной душой торт не делаешь, чтобы все-таки в магазинчик покупали. Так, души много. А как он по части, там, допустим, диетического? Ну, я же сказала, что... Ни муки, ни сахара. Ну что, друзья, только для вас, друзья, американские блогеры, не жалея своего здоровья. Наташа, это твоё шампанж. Я вот шампанж купил. Очень. Для здоровья, друзья, я не знаю. А для душевного комфорта смазываются все эти энергетические каналы, смазываются прямо... Я чувствую, как по чакрам пошло, по чакрам пошло, 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 по чакрам. М-м-м, надеюсь, особенно, вот тут хорошо пошло. И туда немножко сбился. Подключение. И малинку сверху. Изумительно, изумительно. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...